В ответ на это, то есть суммируя всё сказанное, стихотворение Пастернака замечательное, и это главная суть того, что происходит здесь. Это люди, у которых, как сказал Андрей, есть самость, которые сами по себе, которые, несмотря ни на что, гнут свою линию, у которых есть своё представление о прекрасном, которые они не сдают ни за какие блага, ковришки и предложения, очень выгодные, которые идут вразрез с их пониманием того, что называется гармония. Конечно, со временем мы, как, наверное, и должно быть в споре, потому что настало время моды, а хочется жить по гармонии. А гармония с модой – это вещи прямо противоположные и иногда даже взаимоисключающие. И хорошо, что есть действительно та общность, как Андрей называет, интеллигентных людей, хотя это понятие спорное, но людей творчески способных, которые могут оценить творческие способности других таких же людей. И в ответ на это мы с моим, я даже тоже затрудняюсь всегда, вот это определение друг, приятель, знакомый, оно всегда такое спорно, всегда сомневаешься, как правильно назвать человека. Но для меня этот человек безусловный гений, я не стесняюсь этого при живом говорить. Это Олег Митяев. Я считаю, что мы друзья, потому что в свое время Олег мне вдруг неожиданно, мы с ним немного были знакомы в Михайловском селе на пушкинских чтениях, и он предложил записать мне две его песни для Большого Альмова «Олег Митяев и друзья». Сегодня он подарил, как я думаю, не одному мне, а многим уникальный денежный знак, 65 рублей от Олега Митяева. 65 Митяев они называются? Ты даже в этом оригинале. Ну хорошо. Так вот, одна из этих песен, которую я люблю, и которую любит моя замечательная подруга Света Крючкова, она так и называется «Санкт-Петербург». Я помню, когда мы заговорили о том, чтобы нам записать, я говорю, вот у тебя есть такая песня. Он говорит, ну конечно, ты же человек петербургский, значит, ты и должен петь эту песню. Я пытался ее петь сегодня, мы присутствуем при премьере, мы никогда не репетировали, мы никогда не пели вместе. Сегодня мы споем, я думаю, по куплету разделим, куплет ты, куплет я. Вот у него на листочке, я помню наизусть его стихи. Песня называется «Санкт-Петербург». Мне кажется, хотя это не царское село, но эта песня про нас, про всех. Про судьбу, про жизнь, про счастье, про главное в жизни. Я тоже еще скажу, он еще и поет. В раменури, да? Я первый куплет, а ты потом, да. Я слава подскажу. Этот город непрекаянных людей, Принимающий бездомных, так легко, не способен обогреть своих детей. Потому что расположен высоко, высоко над этоплением земным, Над покорностью других периферий. Он к себе сурок и к жителям своим. Он не злой, но так уставший от мессии. И уставший, но не ставший ни жлобом, Ни искателем виновных, ни врага, Ни девчонкою торгующей тепло. Он глотает ядовитые снега И разбитыми ладонями плоти Упирается в бушующий залив. Но как лики монументов и картин Он по-прежнему спокоен и красив. И уж если ты в туман его густой Окунешься среди ржавых кораблей Ты отравлен будешь песнею морской И видениями качающихся рей Крузенштерна льдом поросший тегелаж Станет грезиться в простых сосульках с крыш И однажды этот город ты передашь И в другой далекий город побежишь И совьется из дорог бескрайних сеть Ты запутаешься, как плохой рыбак В океанах, в проститутках и в тоске И поймешь, какой ты все-таки дурак Оглянувшись, ты увидишь, как блестит Петербурга шпиль высокий сквозь года И, конечно же, он примет и простит И ты больше не уедешь никуда Игорь Скляр Олег Митяев Спасибо, друзья Поздравляем Я хочу еще добавить Все-таки, когда Игорь выходит на большую сцену Его приглашают на какой-то открытый концерт Он вспоминает, как он прогремел на всю страну с Комарова Он говорит Люди Песни у людей разные А моя одна на века И про Комарова И каким мужеством надо обладать Чтобы взять вот с такой высоты Я видел, что, где, когда Передача Вышел Игорь Скляр Два раза он повторял эту песню Потому что все просто Вот И он, представляете, взял И все это прикрыл И стал гениальным актером И играет такие прекрасные роли Поздравляю, Игорь Это своя колея Ну а если мы уже сказали Про Царское село Я все-таки спою вам песню Чему она посвящается Кому не буду Долгую историю рассказывать Про Эльдара Александровича Рязанова Просто вот такая песня А, знаете, кому она посвящается? Она посвящается Вячеславу Гутусову Потому что вчера у него был день рождения 60 лет Да, он местный Он здесь живет И я вчера на концерте Значит, тоже ему ее посвятил Сегодня сам Бог велел У поручика неважные дела У поручика неважные дела Но до Царского села Будет дорога весела До тех пор, пока не вылетрится хмель До тех пор, пока Балторман не стихнет медь Он вообще не будет помнить ничего Ни про драку, ни про плеть Ни про то, что смог посметь И что мачеха отчизна для него Ни про драку, ни про плеть Ни про то, что смог посметь И что мачеха отчизна для него У поручика на ментике узор И платочек от одной мадемуазель Он не помнит ни про спор Ни про тихий разговор Ни про то, что им назначена дуэль Он не помнит ни про спор Ни про тихий разговор Ни про то, что им назначена дуэль Но в одном ему сегодня повезло Кто-то молится за грешного и ждет Дремлет царское село Но пока одно окно не погаснет Он из жизни не уйдет Дремлет царское село Но пока одно окно не погаснет Он из жизни не уйдет Он из жизни не уйдет